По словам самих жильцов, проблемы с канализацией у них уже не первый год. Обращались куда только можно. На одно из последних заявлений был получен ответ, который, видимо, должен был удовлетворить заявителей. Но людям хотелось бы, чтобы все хорошо было не только на бумаге. «Произведен внеурочный осмотр инженерных сетей расположенных. В подвале как все текло, была сырость и грязь, так оно все до сих пор и есть. Основного года стало еще хлеще. В прямом смысле вода хлещет еще ручьем. От администрации от Ходорева тоже пришло письмо, в котором он пишет, что он проверил качество работы домового». Хотя на заявки управляющая компания реагирует. Слесарь и сантехники в подвал 31-го дома на Кандалакшском шоссе наведываются регулярно. Но результатов жильцы все равно не видят. «Приехали, я спросила, вот стояли здесь как раз, я с магазина шла, спросила, я говорю, ну что там. Ну, говорит, паренек показал, говорит, вот так воды и канализации там. Но вот в квартире у меня вообще в туалет не зайти. Там с унитаза пахнет, даже глаза ест, вот как видно, стоит там эта канализация. В комнате, в комнате вообще, когда морозы, там просто дышать нечем». Проблема оказывается не в качестве ремонтных работ. На заявки жильцов управляющая компания реагирует оперативно. И делает это, как выяснилось, регулярно. Поскольку проблеме засорившейся трубы стояка уже не первый месяц. Дело осложняется тем, что жильцы подают заявку не когда случается засор, а когда по истечении нескольких дней уже начинает распространяться зловонный запах. Исходит он из подвального помещения, замок на дверях которого скорее декоративный аксессуар, а не охранный механизм. Попасть сюда может каждый, но, как видимо, заботиться о состоянии не хочет никто. Хотя помещение не бесхозное. Собственник у него есть – администрация. «Если бы собственник, администрация следил за этим помещением, я бы думаю, таких проблем не было. То есть повесить замок, какого-то дежурного поставить, я не знаю, это помещение собственности. У нас таких подвальных помещений, принадлежащих собственному городу, очень много. И каждый собственник обязан следить за своим помещением. То есть если происходит засор, он должен передавать заявочку, мы, соответственно, тут устраним. А тут получается, что происходит засор в течение трех-четырех дней. Мы даже не знаем, что есть засор, нет засора». Вот и получается замкнутый круг. Жильцы жалуются в домовой, тот в администрацию. А подвал, между тем, наполняется зловонной жижей. Будет ли, наконец, решена проблема, хотя бы в этом году покажет время. А пока жильцам остается только ждать, оптом закупая освежители воздуха. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова